МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Этапы освобождения Ленинграда от фашистов в эти дни можно было увидеть воочию. Под Санкт-Петербургом прошли две масштабные военно-исторические реконструкции, посвященные операции «Январский гром». 70 лет назад, в январе 44-го года, в рамках этой наступательной операции советские войска прорвали блокаду и полностью освободили Ленинград от вражеского кольца. За ходом реконструкции одного из ключевых эпизодов Второй мировой наблюдал наш корреспондент Наиль Байназаров. Книжнему Рау поддержим наступление Красной Армии! Кульминация битвы за Ленинград, Красносельско-Ропшинская операция, которая вошла в историю под названием «Январский гром». 70 лет назад самые ожесточенные бои шли на южных границах города, в Красном селе и Пушкине. Вторая ударная и 42-я армии прорвали линии фронтов. Врага на флангах и, двигаясь навстречу друг другу, соединились в районе Красного села. Таким образом, основные силы 18-й немецкой армии оказались в окружении. Блокада Ленинграда снята. Операция имела очень важное значение для полного снятия блокады, потому что именно Красносельско-Ропшинская наступательная операция нам позволила ликвидировать Петерговско-Стрельнинскую группировку противника. Наши войска сегодня же, 70 лет назад, сомкнулись недалеко за Красным селом. Немцы были окружены, и именно под Красным селом Красная армия захватила большое количество немецких тяжелых орудий, которыми как раз немцы и обстреливали Ленинград. Больше 200 человек – участники реконструкции боя. Вооружение, одежда, экипировка – в основном подлинные предметы военного времени. Сражение в тот день развернулось не только на земле, но и в облаках. Воздушный бой – редкий и, пожалуй, самый зрелищный элемент исторических реконструкций. В постановке решающего сражения под Ленинградом участвуют более 400 реконструкторов из России, Украины, Белоруссии, Прибалтики. Москвичка Александра Винокурова – в этом сражении снайпер. Ее самозарядная винтовка Токарева – старше девушки почти на полвека, а механизм действует по-прежнему безотказно. «Десятизарядный магазин к ним прилагается и, собственно говоря, снайперский прицел шестикратного увеличения. Все родное. Вот на винтовке здесь клеймо стоит 1941 год. Естественно, это все демилитаризовано. То есть винтовка стреляет холостыми патронами, она не приспособлена для стрельбы боевыми. Но в прошлом это боевое оружие. Тяжелые вещи, достаточно сложное в обращении, требует ухода. Десторожно надо любить». Советские и немецкие танки – бережно восстановленные образцы исторической военной техники. Это точная копия самоходной артиллерийской установки «Мардер-2». Энтузиасты собрали ее из металлолома. Такие машины состояли на вооружении армии «Вермахта» в 1942-1944 годах. «Мы видим здесь четыре катка. И это, собственно, все, что осталось, видимо, от предыдущего броневизнехода, который, собственно, был базой. Был вездеход, с которого было спилено полностью все. Борта, был снят немножко переделан двигатель, даже гусеницы подпиливались, переделались под немецкие. Весь корпус, он наваривался заново, он выпиливался. Использовались как архивные фотографии, так и модельки, чтобы выяснить, какую деталь куда правильно поставить и какая у нее должна быть форма». Привал тоже в антураже военного времени. В защитных рвах солдаты и офицеры обсуждают детали последнего боя. «Наш клуб реконструировал внутренние войска НКВД. Собственно говоря, сегодня мы изображали ту самую вторую ударную армию, которая с Оренбаумского плацдарма, которая с Оренбаумского плацдарма, собственно говоря, осуществляла операцию по полному освобождению Ленинграда от блокады. Но мероприятие нам понравилось, потому что очень хорошая организация в этот раз была. Достаточно много техники, много пиротехники порадовала авиациям. И самое главное, порадовала погода, что несмотря на то, что облачность низкая, ну, температура комфортная». Историческая достоверность не только в одежде и вооружении. На месте боя, который проходил здесь 70 лет назад, до сих пор можно найти свидетельство тех событий. Этот мост – часть исторического ландшафта поля сражения. В январе 44-го это был один из важнейших объектов. И то, что советским разведчикам удалось отстоять мост, в конце концов, повлияло на исход сражения. К юбилею снятия блокады под Ленинградом вновь прогремел январский гром. А несколько тысяч зрителей еще раз получили возможность представить, какой ценой досталось это мирное небо. Наиль Байназаров, Евгения Булатова, Дмитрий Кундрюков, Алиса Медведева. Программа «Союзники. Петербург». Программа «Союзник».